здравствуйте друзья добрый вечер у нас много было вопросов последние дни связанных с выборами о том вот что это такое за институт выборщиков electoral college по-английски называется и вообще что это схема такая и почему так происходит ну и собственно я могу сказать пару слов мы мы часто говорили но вот я объяснял что выборщик можно считать что это балл такой вот сколько баллов вот каждый штат имеет сколько-то баллов эти баллы определяются количеством людей которые там живут населением штата плюс еще два балла каждому штату дают просто потому что это отдельный штат таким образом например если в калифорнии всего 55 выборщиков 55 баллов это значит что 53 балла связаны с населением штата он довольно населенный а еще два дают сверху а вот например штат ну какой нам взять аляска там поносили всего три балла из этих трех баллов один по населению там население сгульки нос но еще два балла ведь утраивается 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 как бы способность штата аляска влиять на исход президентских выборов по сравнению с населением которые там то есть грубо говоря если калифорнийцу это не дает ничего нос их голос калифорний эти этими двумя очками никак не усиливается то голос например жители аляски утраивается вот примерно так значит но жители а голос жители калифорнии на два процента увеличивается а там сразу надо на 200 и вот эта система она довольно давно существует исторически так сложилось люди избирались 200 лет назад там 200 там 20 лет сколько времени прошло выборы шли там где-то в штатах потом эти выборщики собирались в одном месте уже реально голосовать есть две как бы школы две системы рассуждения на эту тему одна система традиционная она говорит что штаты маленькие получают некоторые преимущества от этими очками чтобы избирательные компании к ним относились с большим вниманием чтобы туда приезжали кандидаты чтобы была борьба за эти штаты тоже чтобы они не были позабыты позаброшены потому что если например было бы голосование исключительно общее то скажем на аляску никто бы никогда не приехал потому что один выборщик от аляски не имеет никакого значения соответственно да и в общем голосование и даже по выборщикам если не давать этих двух очков сверху да то тоже ну кому нужна аляска понимаете вот как бы пытались компенсировать очень много штатов и довольно много штатов где 3 очка 4 очка скажем гавайи там 3 очка 3 балла 3 выборщика это как бы старая такая система старая школа и пять раз в истории сша была ситуация когда президентом становился человек проигравшие в общем голосование но смотрите что получается из последних трех президентов выбранных до буш и значит трамп из последних трех президентов 2 становятся президентами проиграв в общем голосовании поэтому значит ну как бы этот вопрос периодически всплывает вот я помню он всплыл когда проиграл тогда значит гор и стал президентом буш и вот говорили что там чего ну так так они ну по выступали по выступали все забыли в частности забыли потому что это изменение в конституции должны произойти чтобы произошли изменения в конституции надо чтобы проголосовала за это изменение две трети палаты представителей и больше две трети сената и две трети штатов каждый штат отдельно до две трети штатов большинством в две трети должно поддержать это изменение в конституции поэтому но никто там сильно они даже если кому-то считал кто-то считал что это не совсем правильно но кто будет связываться так по выступали немножко до другая школа таскать другое направление мысли говорит так но в конце концов мы же не живем в 18 веке правильно мы это уже живем значит в 21 уже другой мир в конце концов почему человек который живет в оклахоме почему его голос должен стоить два-три раза дороже чем голос человека живущего там в нью-йорке что что случилось такое с оклахомой или там я не знаю с чем с каким-то там маленьким штатом него значит что вот так то есть как бы и это и другое направление в рассуждениях имеет смысл но мало того что имеют смысл оба все-таки одно из них имеет силу конституцион конституционного таскать установления не просто так вот сейчас сделаем так или не сделаем так изменить это сложно но в результате того что сейчас произошло надо сказать что доналд трамп высказывался очень критично в отношении вот этого института выборщиков и говорил что вообще это нарушение демократии это вообще но совсем плохо вот хотя сейчас он стал президентом только благодаря этому клинтон его опередила что-то уже так где-то тысяч на 800 голосов так приближается к миллиону 800 тысяч это все-таки это не 10 не 20 и даже не 200 так вот и он очень критично высказывался даже я где-то вчера прочитал что он уже после победы высказывался что он свою позицию менять менять не будет хотя и стал президентом несмотря на это вот и он за то чтобы такие таки отменить вот вот эту идею значит электро калыч и сделать выборы прямым ну посмотрим как там дальше пойдет но во всяком случае пишут сегодня что сенатор барбара боксер это сенатор от штата калифорния у нас от калифорнии две женщины сенатор вообще от каждого штата два сенатора вот у нас две женщины и значит сенатор боксер и сенатор файнстайн значит так вот боксер должна была сегодня внести законопроект я надеюсь что внесла а может не внесла но отписали что сегодня во второй половине она должна была внести законопроект об отмене вот этого вот electoral college ну не знаю в общем пишут так что это cnn сообщала и они пишут так что вероятность того что это пройдет невелика в общем и в целом но тут еще есть тонкость одна дело в том что даже если вдруг каким-то образом но вот допустим доналд трамп поскольку он поддерживает и несмотря ни на что несмотря на то что из последних двух президентов республиканцев оба стали президентами благодаря вот именно это этой фишке но допустим он договориться с руководством конгресса и они отменят это все то есть вот республиканцы и демократы проголосуют за то чтобы это отменить дальше мы имеем штаты маленькие штаты и каждый из этих штатов конституционно имеет лишние два голоса понимаете лишние два балла и теперь этот штат должен сказать мы конституционно имеем двойную тройную там 50 процентную ну зависит от голосов силу и и мы должны от нее отказаться мало того штатов которые такие ну как бы сельские да которые традиционно голосуют за республиканцев существенно больше чем штаты которые говорят штатов которые традиционно голосуют за демократ то есть грубо говоря вот надо набрать там сегодня 270 выборщиков для того чтобы стать президентом преимущество где-нибудь в 20 там 22-24 выборщика уже у республиканцев просто потому что вот этих маленьких штатов таких их много то есть фактически республиканская партия должна согласиться с тем что преимущество там но я не знаю 8 процентов до от этих ну для так на вскидку там 8 процентов преимущества которые они имеют сразу еще до начала выбора президента в виде вот этих вот выборщиков республиканцев значит в этих маленьких штатах они дать партия должна отказаться и штаты тоже эти маленькие тоже должны отказаться при том что это конституционно их пойти то есть они даже сказать да конечно как же совесть нам позволит значит приравнять там жители нью-йорка или там калифорнии к нашему там в эклахоме или там монтане пойти это большая большой вызов но прикольно то что законопроект вот я надеюсь что уже внесён я просто не не доглядел последние новости поздно с работы еду мне было не до этого но читал сегодня значит с утречка что после обеда она должна была внести вот такие новости счастлива